всем большой большой привет и у меня цветет вот такая вот красотища я не могу нарюбоваться я знаю что я уже много раз показала эту красоту и в общем видео и на фотографиях в фейсбуке в инстаграме своем но я не могу успокоиться потому что действительно очень очень красивый эквестрис это эквестрис аурея форма аурея или вариации аурея называют она обалденная и правда у нее действительно крупный цветок за счет во первых своего цвета белого она кажется больше чем розовые цветы плюс еще у нее более такие округлые лепесточки задние нижние что придает тоже ей объема и честно говоря в этом году на меня крайне крайне порадовала у нее шикарные корни я в восторге у нее достаточно хорошая куртина правда вот после того как она выдала два цветоноса на два нижних листа скинула но они просто были уже изорваны корнями разорваны этими цветоносами поэтому в принципе ничего страшного и в этом году вот благодаря уже тому что она привыкла к моим условиям потому что она у меня уже почти два года нарастила массу нарастила корни получила хорошее удобрение свет и прочее прочее у нее увеличился диаметр цветка действительно диаметр сейчас могу вспомнить я писала по-моему 3 3 сантиметра был когда я меряла или даже 3 4 что для эквестериса просто огромный цветок потому что обычно это 2 и 5 2 и 8 3 это вау класс супер крупный цветок но когда размер доходит почти до 3 5 это огромный цветок для эквестериса и конечно же цвет очень очень выигрышно она смотрится и еще такая вот большая особенность этой ауреи я очень люблю эту разу эту особенность у нее очень широкая практически круглая губа со стреком это достаточно необычно для эквестериса смотрится это очень круто я я действительно это свою красотку любую с ней каждый день бегаю по нескольку раз в живую очень интересно еще видно на губке есть небольшие продольные полосочки камера не хочет этого видеть показать ну вот здесь вот видно немножко вот такая красавица и вот такой у меня остался небольшой букетик наводить камера пожалуйста вот к сожалению пик распуска я пропустила потому что было в отъезде и уже застала только то что осталось продолжать цветение она не будет цветоноса она вот тут в конце подсушила уже но есть вот проснувшиеся пыпочки возможно заветвит возможно детки возможно ничего не будет но не знаю как это правильно выразить не то что обидно но я все-таки больше люблю когда мои эквестерисы цветут в осень зиму весну в основном 8 весну потому что это очень долгие цветения это очень пышные цветения и очень зрелищные летом на самом деле действительно жарко и несмотря на то что стоят они в не жаркой комнате у них работает вентилятор но все равно я вижу вижу насколько есть потенциал то есть что они могут показать то какие были цветения при более прохладных условиях это как вот не хватает им не хватает более прохладных скажем так насколько прохладных эквестерис очень теплые как объяснить ну вот никогда нет вот этой духоты более приемлемых условий для цветения то что действительно очень очень жарко очень жарит солнышко воздух очень тяжелый хоть и влажность поддерживается и постоянно движение воздуха но все равно чувствуется духота и на цветение это сказывается не очень хорошо но все равно я честно говоря все равно я очень очень довольна потому что действительно были очень пышные метелки и размер размер да все тут этот размер форма цвет супер этот экземпляр будет оставаться в моей коллекции никогда никому я его не буду продавать суперский а в общем рассуждать я могу еще очень долго кстати куст большой большие листья и прям пластиковые вот пластмассовые листья действительно очень меня этим радует вон они корни они все там разбегаются и не могу не показать вот такой красавчик и буду больше вас мучить своими восторженными возгласами ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делитесь с друзьями этим видео и всем солнечных дней пышных цветений и подписывайтесь на канал пишите комментарии пока пока